Дрэка 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 Дрэк Дрэка Дрэк И сюда мы можем пробраться и посмотреть, что же это такое, да? Вдруг какой-то максимально полезный гейзер. Поэтому вот так вот сделаем. И закопаемся сюда. Будем надеяться на что-то действительно хорошее и полезное. Пока еще не помешает, наверное, производить извести. Из яичной скорлупы она у нас имеется. Для того, чтобы потестить, как у нас будет с производством сталь. Тут, возможно, возникнут проблемки с производством стали. Потому что грязная вода, она все-таки может закипеть. Но мне кажется, учитывая проточную схему, не должно. Потому что загрязненная вода у нас, получается, обладает точкой испарения в 120 практически. Градусов. То есть, ну, у стали, конечно, очень высокая температура изготовления. Но я надеюсь, загрязненная вода выдержит. В любом случае, она потом пойдет сюда, вот, на фильтр для воды. Возможно, здесь стоит два фильтра поставить, кстати. Тоже были такие опоседения в комментариях, что один фильтр не справится. Но посмотрим, потестим. Ну и, само собой, нам потребуются камеры обжига. Здесь мы бахнем очищенный углерод. К примеру. Здесь поставим керамику. Посмотрим, да. Где у нас тут сейчас керамика используется. Возможно, где-то пригодится. И сюда, соответственно, надо скидывать вот это вот дело. Только где тут это найти? А, возможно, нам надо изготовить, чтобы появились вкладки. Подождем немножко. А вот здесь есть вкладочка очищенный углерод. Пожалуйста, сюда его. А где вкладочка под керамику? Как бы хороший вопрос. Плюс нам, скорее всего, придется это дело отсюда убрать, потому что... Высокий, мать их, температура. Ага, внезапно керамика в необработанном минерале. Ну, пускай. Такс, теперь настал черед проверить, сможем ли мы тут сталь выплавлять. Выдержит ли вся эта система. HD железо у нас есть вообще обработанное? 30 мало. То есть, давай мы сделаем железо сначала. Он 67,1 кг выделяет, а сталь чутка больше. Почти в два раза. Так, окей, смотрим, что у нас получится. То есть, смотрите, у нас, получается, подается вода при 30 градусах на данный момент. Такс. А выходит при 62. То есть, она в два раза нагрелась. Если она нагреется даже до 90 при производстве стали, или там до 100, предположим, это все равно нормально, потому что у нас тут максимум на 119 надо нагреть, чтобы она начала испаряться и рвать трубы. То есть, по идее, должна система справляться. Я так думаю. Сейчас проверим уже непосредственно. Задаем сталь. И смотрим, вывезет ли вся эта фигня. Сейчас посмотрим. Опа! 86 градусов. Нормально. То есть, спокойно мы можем выплавлять здесь и сталь, и, как бы, ничего нам не угрожает, потому что проточно. Если бы мы на второй круг пустили, то, безусловно, трендабы всей системе. Но, тут у нас 86 градусов спокойненько превращаются вот в эти вот 40 градусов, и все у нас хорошо и просто замечательно. И сталь мы можем просто ПКД непрерывно выплавлять. По-моему, здорово. Плюс, бонусом, у нас в этом помещении кислород постоянно, потому что загрязненный кислород выделяется, мы его чистим дезодоратором. И здесь есть дублику, чем дышать. И температура здесь не особо высокая, на самом деле. Ну, вот, кстати, с температурой надо разобраться. И надо, наверное, автоматику сюда сделать, и камеры обжига перенести куда-то сюда. Для этого, скорее всего, потребуется вот это все дело снести. Такс. Переделать, да, наполнитель для канистр. Они у нас тут временно стояли. Мы все это дело сносим, и, скорее всего, сейчас здесь место расчистим. Неплохо. Здесь мы, в принципе, камеру обжига поставили. Теперь надо еще вот склады разметить. А здесь, кстати, вся система заработала. То есть сюда у нас не идет подача воды, идет сюда непосредственно. И отсюда у нас выходит вода 26 градусов. В общем-то, как и задумано. Чтобы у нас термоводорегулятор не перегрелся, тут идет его охлаждение за счет вот этой водицы. Водица у нас потихоньку должна нагреваться, да? Правда, что-то оно не все утопло, как я планировал. Возможно, стоило немножко сюда вот этот выход перенести. Как вариант, конечно, да? Термоводорегулятор. Ну, окей, пока как бы все нормально. Здесь я поставил на производство нон-стопом железо, да, обработанного. Обработанного. Посмотрим, как система со всем этим делом справится. И насчет профессий. Да, я совсем забыл. Ну, вернее, я практически не перекидывал. Маленько совсем поперекидал персонажей с разных профессий на разные профессии. Учитывается только та, которая максимальная. Поэтому у нас тут, кстати, Ашкан сотрясовал. Потому что я его на инженера по экзокостюмам закинул. Скоро сделаем душики. Вот это все там. Кто-то тоже переживал на эту тему. Но от души это все будет. Это не очень важно. Вот у нас и повар есть. Повара можно, кстати, тоже куда-нибудь пока что перекинуть. Он все равно у нас будет готовкой заниматься. Сейчас приоритет-то я его не поменяю. Но на всякое... Ну, на какие-то непредвиденные ситуации, на будущее, возможно, пригодится освоить и другие профессии. Все, тут тоже автоматика заработала. Автосборщик фигашит. Отлично. Мы можем производить достаточно много керамики. И получается, кого он там? Очищенный углерод. Ну и здесь я поставил автоматику, кстати. Сталь, чем мы не закидываем. Железо-золото. Тыкс. А сталь где? Да, система более чем исправно работает под любыми надгрузками. То есть, пока у нас здесь, получается, фильтр воды не очистил воду, у нас в любом случае тут обработка не идет. Потому что особо некуда уходить в воде. Переработанной, да, уже, так скажем. Я так подозреваю. Здесь нагрева большого нет. То есть, порядка там 100 с копейками градусов. Водичка быстро забирает эту температуру. А здесь температура перегрева 175 градусов. То есть, как только температура воды будет выше 85, у нас вот этот вот люк откроется, вода сольется, зальется новая и так далее. Нам теперь надо думать о том, куда вот эту воду девать. То есть, надо где-то ферму ягод скорее заводить. Потому что здесь у нас есть, ну, нормальной температуры вода. 26 градусов у нее. Сталь внезапно, каким-то мистическим образом попала в сырой металл. Окей. То есть, надо вот здесь смотреть. Я нечаянно это вообще увидел, что она здесь, 400 кг стали. Чтобы сталь массово производить, нам надо помнить про то, что у нас известь должна быть. Пока что мы можем, конечно, из скорлупы поделать ее. Но в дальнейшем нам надо закопаться поглубже. И там есть возможность производить известь не только из скорлупы. Ну, вернее, она у нас появится и откроется. Ну, и я уже совсем забыл про вот этот вот гейзер. А вернее, это воронка углекислого газа, которая производит углекислый газ. Не особо его много и при температуре 500 градусов. Не думаю, что она нам особо сильно понадобится или чем-то поможет. Углекислого газа у нас и так, в принципе, в достатке. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что это нам не надо. Ну, а эту комнату желательно насыщать все-таки кислородом. Поэтому я сделал небольшой такой отвод. И хотя бы там по 50 грамм. Но подавать сюда очищенного кислорода. Потому что углекислым газом тут все-таки все забивает. А у нас тут постоянно дублики теперь трудятся. В данный момент перерабатывают железо, которое нам в дальнейшем потребуется для производства стали. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А, ещё не считается, как достроенное помещение. Вот отсюда у нас, получается, пойдёт эта труба. То есть с 26-ти градусной водичкой. Сюда, 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 сюда. И приходит вот на эту нашу ферму. Такой план-капкан. Так, здесь пока что у нас идёт производство стали. Идёт пока без каких-либо проблем. А здесь у нас водичка нагрелась, ну, ещё только до 70 градусов. А я уже успел сколько стали произвести, я там железо успел произвести и стали, да? Уже 800 килограмм, нормально. Тут, кстати, яиц полным-полно. Можно смело, допустим, на... На что, нам на известь надо, да, как бы, скорлупы. Поэтому забубениваем здесь. Тут яйцо копателя. В принципе, я думаю, популяция не вымрит. Тут ещё каменных копателей дофигища. Поэтому берём яйцо каменного копателя. И делаем ещё вот так. Кучу-кучу яиц перебить могут. И после того, как они перебьют эти яйца, нам неплохо было бы ещё омлетиком подкрепиться. Поэтому... Через 13 циклов уже гейзер природного газа заработает. Это офигительно. А у меня сколько тут ещё запаса? В принципе, дофигища ещё тут запаса на самом-то деле. Можно... Здесь, наверное, будет ещё автоматику подрубить. Чтобы у нас тут сбор автоматом шёл, да? И, возможно. Надо подумать. О! Яйца долбим. Ништяк! Здесь единственный минус. У меня водичка не всё покрывает. Поэтому я боюсь как бы. Я немножечко понизил здесь до 80, как только больше 80, чтобы пошёл слив. В идеале надо, чтобы тут всё водой заполнялось. Поэтому надо было вот этот вот выход немножечко правее разместить. Сейчас, возможно, если это всё сольётся. Когда оно всё сольётся, вернее, да? То я попытаюсь немножко переделать. Потому что всё в целом хорошо. Меня всё устраивает. Но вот есть как бы нюанс. То, что тут водой это всё дело не заполняется. В принципе, у меня тут перцовый колючий орешник насобирался сам по себе. Поэтому я могу позволить себе вот элитной еды понаготовить. А чё бы и нет. Кислород на базу у нас, кстати, достаточно прохладный подаётся. Возможно, надо будет сюда отдельно подавать, чтобы здесь ещё температуру стабилизировать. Потому что у нас тут всякие вот эти материалы. Они у нас поднагрели это всё дело. Я боюсь, что... Или отдельно придётся охлаждение сделать для этой комнаты. Надо подумать. А, ну ещё мы освещение, конечно, само собой забыли. Так, подожди. Ну, нужно освещение. То есть потолочная лампа сюда. И вот сюда. Плюс в какую-то сеть это подрубить. Вот сюда, наверное. В принципе, должно быть без проблем. То есть проводочка. Золотой сплав цело меня устраивает. Чё бы и нет. Вот мои кривые руки не особо. Окей, ладно. Вот таким вот образом делаем. И освещение у нас здесь появится. Тут, в общем-то, всё по плану. Часть воды слилась. Часть воды тут осталась. Но, блин. Сюда, конечно, льётся вода. Но это ладно, это не страшно. Надо сейчас ещё вниз сюда закапываться. И вот у нас ископаемые вызвись перерабатываются, насколько я помню. Или что-то в этом духе, да? Как-то так материал зовётся. Могу ли я здесь разместить вывод? Клапан. Вот сюда, поближе просто. Так, и золото. Плюс теплоизоляции. Так, где-то у нас. Господи, теплоизоляция магматическая. Сюда. Давай, чуть-чуть ближе сделаем. Чтобы у нас погружался полностью водо-термоводорегулятор. Так, думаю, будет надёжней банально. Ну, я думаю, кстати, давно пора сюда водорода закачать. Тем более, теперь это вдвойне актуально. Пускай пошёл водородик. По максимуму сюда. Дабы у нас было охлаждение пожёстче. И мы попытаемся охлаждённым этим кислородом поохлаждать вот эту нашу местность. И, кстати, теперь сюда нормально вода наливается. Да? Мне нравится. То есть теперь термоводорегулятор будет погружён в воду. Это хорошо. Сколько мы там стали произвели? Ну, пока 1200. Это мало. Надо хотя бы 1500-16 произвести. Чтобы начать как-то в космос выбираться. В идеале, конечно, 10-15-20 тысяч. Но это, я думаю, не проблема. Сейчас надо ещё вниз закопаться. Кстати, об этом лестница. На 7. И где-то здесь нам делать костюмы уже. И начинать глубинные раскопки до нефти. Вот это всё. Где-то здесь вот в этой местности у нас костюмы пойдут. Надо сейчас подумать, где именно. Да, охлаждение прям решает, слушай. Ну, то есть количество водорода. Там было где-то 800 грамм. Теперь стало 2000. И, соответственно, у нас сразу в минус 30-ю скакал кислород. Это трындец. Минус 28. То есть нам, по идее, теперь надо не допускать, во-первых, попадения кого-либо сюда. Потому что опять у нас очень жёсткое охлаждение. С другой стороны, это жёсткое охлаждение нам поможет, я надеюсь, вот здесь. Дабы выровнять температурку. Само собой, здесь у нас лучистая труба из меди. И потихонечку температурка начинает выравниваться. Займёт, конечно, этот процесс некоторое время. Но я думаю, всё должно быть хорошо. Ну, теперь, по крайней мере, он практически полностью погружён в воду. Соответственно, здесь у нас теплосъём должен идти лучше, я так подозреваю. Да, он уже не греется так. То есть порядка 60. Ну, потом чуть побольше будет. Да, в зависимости от нагрева воды. Но это хорошо, это хорошо. Такой вариант меня устраивает гораздо больше. Здесь я забрал один морозный кокон. В принципе, а двух тут толку не особо много. И перенёс его сюда. Потому что у нас отсюда тепло вверх идёт. И его надо, ну, мало-помалу перерабатывать всё-таки. Ну, а здесь, тем временем, у нас практически выровнялась температура. Смотрим, минус 25 заходит. Здесь, конечно, идёт уже нагрев. Окей. Один иглоцвет сопротивляется из-за всех сил. Ну, я думаю, он, в общем-то, падёт под нашим напором. Можно ещё с этого края поставить дополнительный морозный кокон, как вариант. Чтобы здесь температуру поддерживать. Но, по идее, должно и такой вот системы хватить. Посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь делаем, наконец-то, контрольный пост плюс модуль экзокостюмов. А, ну, единственное, что я не учёл, вот эту клетку нам не надо. Потому что здесь у нас будет шест. Они на шесте будут спускаться, скидыши костюмы одели и пошли сюда. Здесь мы раскопочки тотальные проведём. Ибо здесь у нас, что у нас тут, магматическая порода. Много чего интересно. Вот ископаемые. Смотри, какая у них текстурка. Я так понимаю, именно из ископаемых мы и будем делать известь. Соответственно, их нам надо добыть для того, чтобы производить в больших объёмах непосредственно сталь. Да. Иглоцвет не устоял. Теперь они все у нас, в принципе, растут. Растут отлично. И потребляют водичку, которую мы им поставляем. А тут, в свою очередь, работает вся эта система. Должна, по идее, работать. А, ну только надо что-нибудь выставить. Я тут сталь выставлял. Давай продолжим пока что железо получать. Ибо из него непосредственно сталь-то и получается. У нас золотого сплава, вольфармита, стали. Это сырой материал почему-то. Да, железной руды не так-то и много. Надо ещё и железной руды где-то найти. Да, копателей здесь просто дофигища, мягко говоря. Уголь у нас в плюс идёт. Хотя мы его, в принципе, тратим весьма неплохими темпами. Песчаник жрут у нас обычные копатели. Тут уже в перемешку, мать их, она выводилась. И тут в перемешку. Кстати, наверное, самое время взять ещё дублика. Я думаю, до девяти их уже догнать. О, это, кстати, творческая личность. Вонючка. Бревно. Это подходит нам. Лёгкий нырячка. Он ещё и в строительстве умеет. И творчеством умеет заниматься. Ещё и добротой обладает. Слушай, наверное, ты нам подходишь. Давай я тебя сразу сделаю декоратором. Вонючка, декоратор. Так, Вонючка. Давай ты у нас пойдёшь на художника. У нас прям какого-то лютого художника, в принципе, никогда здесь не было. Поэтому это прям твоя роль. И в приоритетах у тебя должно стоять именно искусство. Вот прям это твоё. Остальное там уже по возможности. Ну и производим костюмы, само собой. Сколько нам их? Для начала четыре. Так, чё, не хватает? А, медная руда. Ну, с медной... С медной рудой не проблема разобраться. У нас она, в принципе, тут имеется. Поэтому вот так вот покопайте. И вот так вот покопайте. Возможно, иглоягод придётся, конечно, больше выращивать. Но пока у нас... Ну, урожай спеет. Спеет неплохо. Уже успешненько собирается первый урожай. Неплохо ягодок, да? И кто-то у нас тут... Так, здесь у меня углекислый газ отлетел. Но тут понятно, что дверь у меня не очень хорошо расположена, мягко скажем. В идеале её надо было сверху. Но тут тупо негде. Только если вот здесь как-то сверху замутить. Может, немножечко переделать эту комнату. Ну ладно, не суть. Сейчас еды и так полно. Других дел тоже, в принципе, полно. Смотрим, кто у нас тут успел прокачаться. Тёрнер. Мы его сюда тоже прокидываем тогда. Ну и всё пока что. Тем временем Фрэнки у нас ещё надышался. Микробов. И причём так бодро. И продолжает заражаться. Поэтому Фрэнки мы сейчас переведём на элитный... А где элитный график? Новое расписание. Сюда мы закидываем Фрэнки. Потому что чё-то как-то с ним вообще не очень всё. И делаем ему вот такой наисложнейший график, да? Всё, пускай отдыхает парень. Ну и ещё и ванной перед сном занимается. Да, термоводорегулятор вообще ерунда нагревается. То есть, ну тут чё, 80 там градусов, 90 предположим. А 175 точек перегрева. То есть, более чем вся эта система справляется. Без проблем. Сталь мы пока мало произвели. Потому что нет у нас извести в больших объёмах. Сейчас начнём добывать, получается, ископаемые. И решим этот вопрос. Потихонечку сейчас здесь всё это дело раскопаем. Заодно и посмотрим, что у нас тут есть. Вот тут как-то очень много нефти. То есть, её по факту вроде бы как бы немного. Но она под большим давлением здесь находится. Соответственно, значит, разольётся в разные стороны весьма-таки активно. Дальше смотрим. Здесь нам надо вот сюда прокопаться. Наверное, даже вот так. И вот так. Вот это всё дело добыть. И начать уже активно перерабатывать. В принципе, можно так смело. Тут ещё ископаемые. Шест теперь тут очень даже длинные. То есть, это вот так, 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 так. Сюда они могут прилететь. Накинуть. Одёжку. И ломануться сюда. Вот прям как Ашкан, да? Бравый парень. И первая... Первоочередная задача от добычи ископаемых. Ну и потом здесь мы будем ввести тотальную раскопку. Делать какой-то большой резервуар. Под нефть. Плюс нам нужны скользицы, да. Для того, чтобы перерабатывать углекислый газ, который у нас копится. Я думаю, для этого они тут замечательно зайдут. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok